Добрый вечер, в эфире Вести Крачево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня глава республики Рашид Темрезов провел итоговое заседание координационного совещания по обеспечению правопорядков Крачево-Черкесии и антитеррористической комиссии в регионе. На повестке меры по обеспечению безопасности жителей и гостей республики в период новогодних каникул, чтобы никто, ничто не обращило предстоящие праздники. Особое внимание в этот период будет уделяться профилактике ДТП на дорогах и обеспечиванию безопасности на объектах туристической отрасли. Также на заседание подвели итоги деятельности АТК и определили приоритетные задачи на предстоящий год. Сегодня глава Крачево-Черкесии Рашид Темрезов вручил 9 ключей от медицинских передвижных комплексов. Их получили учреждения здравоохранения республики. Главным их предназначением является проведение профилактических осмотров и диспансеризации даже в самых отдаленных уголках нашего региона. Важно и то, что и граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, теперь смогут пройти первый этап углубленной диспансеризации. Не покидая свои населенные пункты. Полученные комплексы имеют различную комплектацию. Это и ФАП, и лабораторная диагностика, и офтальмология, и флюорография. Конечно, это позволит оказывать населению более широкий спектр медицинских услуг. Особенно приятно, что это значимое событие произошло именно в год медицины в нашей республике. Для Хабецкого муниципального района выделен медицинский мобильный комплекс, мобильная лаборатория, которая включает в себя наличие всех необходимых анализаторов для проведения полного лабораторного обследования больного. То есть у нас есть такие отдаленные населенные пункты, например, как Ежеджишко, Абазак, Кызыл-Юрт. Да, мы туда ездим, но нам приходится больных транспортировать в участковые больницы для того, чтобы больных обследовать в том объеме, в котором это необходимо. С точки зрения лабораторной диагностики, данные мобильные комплексы нам позволят на месте уже провести эту диагностику. И особенно для маломобильного части населения больницы это все оценят. Поэтому, ну, уже практически традиция на канун Нового года глава Карачао-Черкесии нас радует. Активисты помогают создать новогоднее настроение там, где его не хватает. Волонтерский центр «Единая Россия» передал в ковид-госпитали республики елки и игрушки. Также волонтеры привезли новогодние подарки для детей-работников лечебных учреждений, которые днем и ночью стоят на страже здоровья людей. Очень важно показать врачам, что о них помнят и их работу ценят. И сейчас надо постараться создать новогоднее настроение и для тех, кто порой спасает человеческие жизни. Предусмотрено новогодних подарков более 500 штук. Их получают все дети-медработников, которые продолжают трудиться в красной зоне в трех ковид-госпиталях республики. Врачам, медсестрам, санитарам даже некогда, по-моему, в магазин сходить. Сейчас работа очень напряженная, потому что больных сейчас максимальное количество в нашем госпитале. На утро 265. У нас максимальное, потому что остальные госпиталя закрылись. Работает только наш госпиталь, Джигута и республиканская больница. То есть количество койко-мест в республике уменьшено на 50%, потому что по республике спад. А когда у всех спад, у нас подъем, потому что мы всех больных забираем на себя. Поэтому выходных у сотрудников нет. Эти люди каждый день выходят на работу сменами от 6 до 8 часов. Поэтому, конечно, для них эти подарки очень важны, нужны. Я с радостью смотрю на эти нарядные кульки, елки замечательные. Единой России большое спасибо. По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Темрезова в курортных поселках Архыс и Дамбай установлены мобильные лаборатории экспресс-тестирования на COVID-19. Новая услуга позволит туристам в течение 15 минут определить свой COVID-статус. Федеральная сеть мобильных медицинских лабораторий работает на базе экспресс-тестов, имеющих компетентную базу от лучших производителей. По итогам тестирования туристу выдается справка медучреждения международного образца с QR-кодом и внесением данных в портал госуслуг. Пункты тестирования расположены в Архызе, у здания администрации в Дамбайе, у канатной дороги. По поручению главы Карачао-Черкесской республики Рашида Борисповича Темрезова нами установлены две мобильные лаборатории на территории поселка Архыз, также на территории поселка Дамбай. С какой целью это сделано? Это сделано для того, чтобы упростить задачу нашим гостям-туристам при получении всех необходимых туристских услуг. А это касается коллективных средств размещения. То есть у нас в рамках действующего указа главы о введении режима повышенной готовности действуют ограничительные меры в плане заселения. То есть необходимо при себе иметь QR-код для заселения о вакцинации, либо о перенесенном заболевании, либо отрицательный ПЦР-тест, который действует в течение 48 часов. Так как не у всех туристов обычно с собой имеется данный документ, для того, чтобы упростить задачу получения отрицательного ПЦР-теста, нами установлены данные мобильные лаборатории. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачао-Черкесии выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 32 178 человек. Из них 28 431 выздоровели, 452 человека госпитализированы. В канун Нового года маленькое чудо постучалось в двери Всероссийской организации слепых Дед Мороз и Снегурочка. Не прошли мимо и подарили новогодний утренник с танцами и песнями для детей. Как проходил сказочный праздник для детей, расскажет Корча Биджеев. До Нового года рукой подать, ну а детишки, верящие в чудеса, ощутили их не понаслышке. Тут их посетили Дед Мороз со Снегурочкой и гости с подарками. Так во Всероссийском обществе слепых прошел праздничный утренник для детишек с песнями, танцами и хороводом. Привнести красок, создать новогоднее настроение и просто развеселить ребят собрались представители Водоканала, а также руководитель ЛДПР в Карачао-Черкесии. Для любого ребенка новогодний подарок – это радость, хорошее настроение к Новому году. Ну и в следующем году оно будет продолжаться. В районах мы будем вручать подарки, проводить новогодние утренники. Администрации районов участвуют в этом плане. Ну и я думаю, что у нас это мероприятие получится, удастся. И в конце мероприятия будут вручать как раз благотворитель, будут вручать подарки детям. Будет хорошее настроение. Многие организации изъявили желание подарить новогоднюю сказку для детей. Чтобы эти яркие моменты в наступающем Новом году остались в памяти ребятни на долгие годы. Подарки были разные. Не только сладости, но и что-то посерьезней. Шашки, шахматы и спортивные инвентарей в виде футбольных и волейбольных мячей. Все для развития детских кружков. Около 50 детишек получили свои долгожданные подарочки. Их приятно удивленные лица подарили улыбки гостям утренника. Надеюсь, что мы сможем сделать немножко счастливее их праздник. Немножко, чтобы он был новогодним, с новогодним настроением. Снега нет, но есть сладости. Мы приехали поддержать детей, поздравить их с наступающим Новым годом. И пожелать крепкого здоровья, счастья и всего наилучшего. На постоянной основе занимаемся в том числе благотворительностью. Считаем это необходимым, важным вкладом в развитие общества. Поэтому, конечно, в следующем году также будем поздравлять. Новый год – самый любимый всеми праздник. Волшебный и долгожданный. А ведь ничего не волнует детские сердца, как чудо, волшебное, сказочное чудо перед Новым годом. Карчабиджиев, Расул Бердиев. Вести Карачаево-Черкесия. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Днем в горах будут порывы до 11-14. Температура ночи минус 4, плюс 1. В горах до 10 градусов мороза. Днем до 11 тепла. И в горах местами 0, плюс 5. Ночи на дорогах гололедится. В Черкесии без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 1, минус 3. А днем 8-10 градусов выше нуля. Мы всегда ищем настоящее. То, что делает нас собой и позволяет быть такими, как мы есть. То, из чего состоит наша жизнь и что придает ей ценность. Наше будущее – это ведь тоже настоящее. Только оно придает жизни глубину, цвет и вкус. И поэтому так важно уметь находить и ценить свое настоящее. Продолжаем выпуск. Остается один день до наступления Нового года. Необычный подарок новорожденным сделали в Республиканском перинатальном центре. Каждый ребенок при выписке получит костюм Деда Мороза. Подробности у Али Баташева. В семье Муковых огромная радость. Новорожденный Амиран, пятый ребенок и четвертый из сыновей. Мама Марьет с волнением готовится к выписке. Красно-белый наряд на ребенке смотрится ярко и необычно. Санта Клаус, да, маленький. Предложили даже назвать его Клаусом. Подарок на Новый год. И детям, и мне, и Боже. К сожалению, инициатива была не наша. Мы увидели эти замечательные фотографии, трогательные и очень такие новогодние, праздничные в соцсетях. И председатель правительства Гербекова Ирина Шановна предложила нам поддержать инициативу подмосковного родильного дома, которые придумали вот такую интересную вещь. Мы с радостью откликнулись и, конечно, с удовольствием поддержали эту инициативу. В отделении новорожденных еще пять маленьких граждан республики в костюмах Деда Мороза. Совсем скоро маленькие Дед Морозы войдут в свои дома и принесут радость своим близким, говорят медработники. Настроение хорошее. Санта Клаус и маленькие ведут себя хорошо. Это большой праздник в преддверии Нового года. Хочу поздравить всех своих коллег с наступающим Новым годом. Желаю им крепкого здоровья, всех благ, всего им хорошего. Вот здесь целых пять маленьких Санта Клаусов и одной Снегурочки. Надеюсь, это исправит в следующем году и у нас будут и Снегурочки, и Дед Морозы. Мы специально сделали эти одежды, так скажем, чуть-чуть побольше, чтобы, ну, во всяком случае, всю зиму можно было бы пользоваться. Они тепленькие, мягкие. И я думаю, что мы будем узнавать на улицах малышей, которые родились в последнюю неделю Нового года и неделю после него. Будем узнавать на улице тех, кто родился у нас. Медицинский персонал перинатального центра поздравляет всех с наступающим Новым годом. И искренне желает, чтобы свои маленькие Дед Морозы и Снегурочки были в каждом доме, в каждой семье всех народов республики. Али Баташев, Максим Долгов, Вести Карачаева, Черкесия. Акция «Ящик желаний» дарит свое волшебство в преддверии Нового года. Так, офицеры Следственного комитета по Карачаево-Черкесии принимали письма юных граждан республики с их пожеланиями на Новый год. Какие детские мечты описаны в письмах, Деду Морозу расскажет Карча Биджиев. Все детишки, как один, верят в новогодние чудеса. И отнимать у них эти чудеса нельзя. Ведь в таком случае праздничный дух померкнет и не останется от него и следа. Подарить ощущение радости и чувства новогоднего волшебства изъявили желания сотрудники Следственного комитета по Карачаево-Черкесии. Маленькая Милена перед Новым годом загадала желание Дедушке Морозу и отправила письмо в ящик желаний. Это письмо волей судьбы попало в руки Николая Щепкина, руководителя Следственного комитета. И желание Милены исполнилось в один миг. Она получила волшебное новогоднее настроение. Дорогой Дедушка Мороз, меня зовут Милена. Я всегда стараюсь вести себя хорошо. В этом году я учусь на пять. Слушаюсь бабушку. Мы остались вдвоем. Умерла моя мамочка. Очень хочу получить в подарок комплект. Кукла, реборн и коляска. А еще я мечтаю о том, чтобы у нас была новая квартира. И чтобы у меня выровнялась спинка, и я сняла карсет. Спасибо. С наступающего Новым годом. Милена. Тимур написал письмо Великий Устюг Дедушке Морозу. Но письмо чудесным образом очутилось у заместителя руководителя Следственного комитета. Очира Унгунова. Осуществившего мечту малыша. Самокат, при виде которого детские счастливые глаза не скрывали свои искренние радости. И как только упаковка была открыта, он лихо встал на него и сделал пару кругов во дворе. И, конечно же, не оставили без внимания его брата, любящего играть в футбол. Пишут, что он каждый день ходит в детский сад, учится там читать, рисовать и петь. И Тимур просит исполнить его желание Деда Мороза и подарить ему самокат. А вот еще одно письмо от юного спортсмена, который хочет окунуться в волшебство новогодней сказки. Меня зовут Дамир. Мне 6 лет. Прошу Деда Мороза подарок для себя и моего младшего брата. Вот готов исполнить пожелания Дамирчика и младшего братика. Офицеры Следственного комитета по Карачаево-Черкесии всегда отзывчиво относятся к просьбам юных граждан республики. И в такой праздник, как Новый год, они не могут не порадовать детей интересными подарками, открыв светлую дорогу мир сказок для всех детишек. Карча Беджиев, Роберт Жигутанов. Вести Карачаева-Черкесия. Пусть у вас, уважаемые наши телезрители, точно так же исполнятся мечты и желания в новом 2022 году. Это все вести на этот год. Я вас поздравляю с наступающим праздником. Желаю здоровья и благополучия каждому жителю нашей любимой Карачаево-Черкесии. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Просто включай в Новый год карусель. Здесь будет сказка, добро, волшебство, много снежинок и очень тепло. Кремлевская елка праздник подарит. Каждой семье в дом радость доставит. Кремлевская елка. Новогоднее представление. Трансляция из Государственного Кремлевского дворца. 31 декабря в 18.00. Только на телеканале «Карусель».